Хор «Сударушка» Каждый раз мы готовим свои композиции. То в народных костюмах, то в каких-то сценических, как романтических. В этом году мы решили обыграть эту сценку. Наши художники нарисовали вот эти карикатурные портреты. И мы с таким куражом. Вот я вам серьезно говорю, это был настоящий кураж. Мы когда репетировали, нам это очень нравилось. И вот это вот, наверное, что-то у нас есть такое во всех русских. Вот так бить врага всегда и всюду. «Китя ждал ответа от Наполеона». «Ты скажи, чем кончу, и я с Россией в бой». «Тот ему ответил из могилы сонно». «Я, мой друг, подвинусь, ты ложись со мной». Уже дважды у них было второе место. И сейчас неплохие предпосылки к победе. Конкурс художественной самодеятельности работников образования «Патриоты Подмосковья» стартовал в школе номер пять. Его приурочили к 75-й годовщине Великой Победы. Но смогли реализовать только в этом году. Конкурс имеет еще советские корни. Он появился в 80-е годы. И первыми участниками были учителя-ветераны войны. Вы знаете, какой-то вот длительный промежуток не было этих конкурсов. Но вот с моим приходом мы что-то поговорили, решили, давайте их возобновим. Действительно, ну и люди очень с энтузиазмом к этому отнеслись. И мы в результате каждый год проводим конкурс. Но тематика меняется. А в прошлом году вот у нас не получилось. Люди очень готовились. Но, к сожалению, не получилось. Мы решили его провести в этом году. Онлайн проводить не хотели, потому что конкурс – это праздник души. И с каждым годом он становится интереснее и глубже. Например, теперь многие выступают в тематических костюмах. Ситцевые платья, гимнастерки, чтобы добавить антуража и погрузить зрителя в те кровавые годы. ПЕСНЯ Хоровое пение, ансамбли, чтецы, сольные номера, танцы. Судили педагогов, профессионалы. Режиссеры театров, хореографы, музыкальные руководители. Участие приняли 16 педагогических коллективов из образовательных учреждений. Это школы, детские сады, центр детского творчества и школы-интернат для детей с УВЗ. Конкурс крепчает по времени, и народ к нему относится все серьезнее. И хочется им это. Ну, хочется где-то расслабиться в нашей сумасшедшей жизни. Людям хочется расслабиться. Поэтому, я думаю, вот видите, песни звучат, люди довольные, все пришли. Немаловажно, что помимо дипломов победители получают денежную премию. Педагогический профсоюз находит возможность поощрять талантливых педагогов, которые могут зарядить своей энергией учеников. Анастасия Спирина, Александр Девкин, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.